Разведение осмодермы барнабиты, отщельник пахучий. Достаточно редкий жук в Украине, очень локально встречается в старых лиственных деревьях. Размножается чисто в дуплистых деревьях старых. Вот, кстати, можно посмотреть, самец уже заигрывает к самке. Очень интересная у него биология. Он всегда держится только дуплистых деревьев больших. Вот, хотя бы от 30 лет, 20. Такие, как дубы, акации, липы. Говорят, еще и буки, и говорят, еще какие-то деревья попадаются. Значит, такие вот жуки встречаются только в лесах. То есть, это лесостепь, лес, это центральная часть Украины, север Украины и запад Украины. Вот. Это самец заигрывает к самке. Значит, самец достаточно крупный, встречается 3,6 см. Вот, можно посмотреть. У самца есть бугорки на груди, вот. И у него более мощные лапы. Этот самец не самый крупный, но средних размеров. То есть, чуть-чуть больше 3 см. И есть самка. Маленькая, поменьше. И вот покрупнее. 3,3 см. У самки более тонкие лапки. Она более приплюснутая, широкая. И у нее грудка более изящная, ровная такая. Если взять самца, то видно, вот самец и вот самка. Вот так вот они выглядят. Самец на пальцах сидит, самка в руке. Берется один самец, пару самок, потому что самцы дерутся между собой. Они агрессивные. Самец становится на дыбы возле дупла, где размножается. Ну, здесь, соответственно, лоток на 25 литров. Держится субстрат. Небольшая влага. Корни, листья. Кормить слива, абрикос. Самец спаривается с самкой. Самка отлаживает яйца. Начало всего этого веселья с начала июня до конца ауста. Ну, смотря... Зависит от жука. Есть жуки, которые долгожители. Есть жуки, которые живут мало. И потом самки можно их найти в дупле мертвыми, либо валяются под деревьями. В общем, можно найти уже мертвых для коллекции. Если для разведения, то потом, чтобы отпускать на волю и поддерживать популяцию этого редкого жука. Что делается дальше? Они спариваются. Самки отлаживают яйца. Яйца выглядят вот так вот. То есть, 2-3 миллиметра маленькие. Такие вот самки. Они потом в субстрате их находить. Вот субстрат, собственно, чуть-чуть влажный. Вот это их какашки, если что. Если вы спросите, что это за такие кавеллыки. Вот. В общем, это у них яйца такие. Эти яйца потом с этих яиц рождаются такие маленькие личинки, которые растут, растут, растут. Становятся где-то вот такого размера. Вот. А потом еще становится еще более большого. То есть, это где-то последнее. То есть, представляете, вот личинка и вот яйцо. Вот. И получается... Сейчас еще жука рядом положу. Вот. Получается так. Жук, яйцо, личинка, кокон, в котором куколка, личинки, потом жук. Вот такой вот круговорот идет. Получается вот такая личинка. Чем отличаются они все родственники, жуки, носороги, олени, хрущи, бронзовки. У них всех похожие личинки. Вы скажете, на огороде таких копали. Нет, это не такая. Это редкий жук. В первую очередь, чем отличается матовая голова. Вот, можно посмотреть, матовая голова, короткие лапы. Потому что у хрущей длинные, у носорога голова блестящая. У этого матовая голова. И ползает он не так, как другие личинки, не на животе, а ползает исключительно на боку. Если посмотреть, как она начнет копать, то она просто перевернется. И не будет лазить на животе. Вот. Вот поменьше. И вот побольше. То есть, размер, сами видите, это последняя стадия. У них три стадии личинок. Вот такая здоровая. Ну и все. То есть, потом личинка где-то развивается 2-3 года. Вот, видите, боком она ползет. То есть, она не может встать на животик, перевернуться. Потом личинка превращается... Делает личинка кокон. Вот. В коконе она превращается в куколку. Куколка лежит. И потом с этого кокона вылазят вот такие вот красивые жуки. Редкий жук. Вот, кстати, самка поменьше. Маленькая. Ну, это один у меня самец. Вот такие вот жуки у нас в Украине. Редактор субтитров А.Семкин